Уже сутки Елена Мартын и ее супруга, 10-летняя дочь, живут у друзей. Их приютили после того, как они были вынуждены покинуть свою квартиру на Петросухово, 83. Дом признали аварийным в 2017-м. Семья Мартын в силу обстоятельств были последними его жильцами. Над Еленой висит долг почти в миллион рублей за коммунальные услуги перед приставами. В ведомстве решили списать эту сумму с положенной им, как выселенцам, компенсации. Ее размер 3,5 миллиона рублей. Пока идет суд, женщина не может распоряжаться деньгами. Таким образом, они уже упустили вариант переезда. Нашли определенную квартиру. Но так как нам не удалось рассчитаться полностью. За ту сумму, которая осталась? Да, нам осталось эту сумму отдать и все, мы бы переехали. Естественно, нам сказали, ну раз не можете рассчитаться, до свидания. Определением Октябрьского районного суда города Барнаула приняты обеспечительные меры по наложению ареста на денежные средства, находящиеся на публичном депозитном счете нотариуса. 26 октября 2023 года состоится рассмотрение апелляционной жалобы, по результатам которой будет принято решение. Также судебные приставы в своем ответе указали, что за Еленой зарегистрирован объект недвижимости. А это аргумент для отказа в том, чтобы предоставить полгода на проживание в аварийном доме для поиска альтернативного варианта, говорится в ответе администрации Барнаула. В документе также сказано, что семья могла воспользоваться маневренным фондом или претендовать на оплату найма. Но заявление никто не подавал. Предоставление указанных мер поддержки носит заявительный характер. Мартын, Елена и члены ее семьи за получением указанных мер поддержки в органы местного самоуправления не обращались. В начале этой недели администрация Октябрьского района и приставы перешли к решительным действиям. Аргументировали они это решением суда, который прошел 6 октября. Параллельно с этим, но супругов Мартын подали иск о лишении родительских прав, мотивируя тем, что проживание в ветхом жилье создает угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетнего. Семья по документам должна обеспечить безопасные условия для 10-летней девочки. Суд назначен на 30 октября. В случае, если семья предоставит документы, подтверждающие, что они переехали из аварийного дома и создали надлежащие условия для проживания несовершеннолетней, администрации Октябрьского района Барнаула иск об ограничении родительских прав будет отозван. Добавим, в Барнауле предстоит расселить еще 156 многоквартирных домов, признанных аварийными до января 2017-го и 122 признанных после. В начале 2023-го власти подчеркивали, в этом году расселить нужно рекордное число ветхих домов – 80, а это на треть больше, чем годом ранее. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.